В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Зашли в тупик. Вот уже два с половиной месяца прошло с момента моего первого расследования о нехороших делах, что творятся в ЖСК «Горелый хутор». Но пока его жители ни на шаг не приблизились к долгожданному миру и спокойствию. После выхода первой передачи им все же удалось наконец объединиться и сместить ненавистного для них председателя, но финалом в духе и жили они долго и счастливо это не стало. Более того, затянувшиеся разборки поставили элитный поселок перед угрозой коммунального коллапса. И все это в преддверии холодов. К противостоянию внутри хутора добавилась и внешняя проблема. Люди забили тревогу. Лес, что отделяет поселок от федеральной трассы М-5, стали потихоньку приватизировать. И эти опасения уже подтвердили компетентные органы. Впрочем, обо всем по порядку. Вечера на хуторе на окраине Самары по-прежнему неспокойны. Очередная соседская сходка. На повестке дня вопрос – как жить дальше? «Осталось немножко. Зима начнется. Надо убирать дороги, надо выезжать отсюда. Потому что он ни денег, ничего не дает, ни документы. Как выживать? И вода. Может все остановиться, и свет. Это все под угрозой. Это потом вылится. Это надо его привлекать к уголовной ответственности, что поселок оставил. Вынужденно оставил. Без света, без денег, без воды, без всего. Забрав деньги все. И ни с кем не хочет общаться. Представитель ЖСК теперь уже с приставкой «Экс» Геннадий Кабаев и раньше радушием не баловал ни хуторян, ни журналистов. А после того, как его сместили с должности, и вовсе ушел в подполье. Результаты собрания, где произошла смена власти, признавать отказывается. Документы кооператива, равно как и печать, никому не отдает. Он, по идее, должен выполнить волю большинства. Собрание было легитимно. Что еще доказывать? Там практически все 100% жителей, за исключением 5 голосов, его переизбрали. Всего 5 голосов его сторонников, которые хотят, извините, ловить рыбку в мутной воде. Он обязан просто вернуть документы новому, то есть сложить в себя полномочия. И новому председателю просто обязан документы. И само собой отчитаться. Его конкретно спросили, вы намерены отдать документы? Вот уже все, уже собрание проголосовало. Он сказал, документы я не отдам. Для таких людей не существует основания. Я считаю, они просто не нужны. Он сам себе начальник. Он считает нас не языковой, как мы, будто никто. А он пан. Вот и все. Чувствует себя хозяином. Выбор представителя, как женись бы. Что потом пенять-то? Ну вот выбрали Кабаева. Каждое общество достоин того правителя или управителя, который он выбирает. Кто же виноват в наших проблемах, кроме нас сами? Ну что ж, справедливая постановка вопроса. Игорю Стрыгину, новоиспеченному председателю ЖИСКа. И предстоит распутывать весь этот кубок проблем, что оставил ему предшественник. Геннадия Кабаева не просто так в поселке не взлюбили. Своим креслем продержался всего год. Но успело, рассказывает жители, столько дел наворотить, что здесь давно чем-то уголовным попахивает. Самовольно перекрывал дороги общего назначения, чем наказал членов кооператива на 250 тысяч рублей. Суд оштрафовал ЖИСК по жалобе соседей дачников. Поставил в чистом поле детскую площадку и сруб, назвав последний общественным центром. Хотя его об этом никто не просил. И потратил на это, по словам членов кооператива, баснословные деньги больше миллиона рублей. Миллион, закопанный вот в этой дороге. Хотя, как подсчитали хуторяне, красная цена этих 325 метров, засыпанных доломиткой, не больше 400 тысяч рублей. Но самое главное, все эти траты с общим собранием не согласовывались. Сметы держались и держатся в секрете. Неудивительно, говорят возмущенные люди, что теперь, когда власть ускользнула из рук Кабаева, он не спешит расставаться с документами. Я к собранию подготовил анализ его деятельности за первые полугодия. Получилось, что на 2 миллиона неправомерные траты были. Он строил дорогу, которая на чужой территории, которая нам никогда не будет принадлежать. Про правление не санкционировало это строительство. Он просто решил построить. Он выполнял работы на свой страх и риск. Но сейчас получается, что его страх и риск оправдан. Сейчас мы выходим на суд, какое решение у суда будет, непонятно. Сколько денег ушло, куда они ушли. Претензию мы отослали на 3 миллиона 600 тысяч только за первые полгода 2013 года. Это то, что мы могли найти по отчету резиденционной комиссии. Сколько он за 2014 год, за полгода потратил, никто ничего не знает. Потому что весь приход у него остался, все траты у него остались. У нас ничего нет. Так же, как и у резиденционной комиссии. То, что ситуация, сложившаяся на горелом хуторе, ненормальна, признают и независимые наблюдатели. Если председатель по своей воле, по своему желанию тратит эти деньги, то это уже незаконно. Это уже незаконно. Даже если он потратил туда, куда нужно? Абсолютно, да. Потому что нет решения общего собрания собственников. Нет решения членов ЖСК. Они даже сметы никто не видят. Вот об этом и речь-то. Сметы. 731-е постановление правительства Российской Федерации. Стандарты раскрытия информации. Прокуратура, кстати, должна следить за этим. Государственная жилищная инспекция должна за этим следить. И она должна принимать решение, если не раскрывается информация. То есть люди сделали запрос, а председатель ЖСК не раскрывает информацию. Это уже нарушение. Его должны были оштрафовать и предоставить эти данные. Здесь остается единственный путь. Это через суд судиться и через судебных приступов изымать эту документацию. Техническая документация нужна для того, чтобы первое заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. Я думаю, в этом отношении здесь надо подключиться и власти уже. Посмотреть, что можно сделать. В принципе, я готов подключиться тоже к этой ситуации. Кто там председатель, переговорить, по крайней мере, направить на путь истинный. Он вообще не боится. Люди ищут, приходят, он взял деньги, чтобы сделать газ, кому привезти, кому свет. Мы же рядом живем. Приезжают, ищут его. Приезжают, спрашивают. Его ищут. Мы же рядом живем. Ищут его. Он прячется. То, что по-хорошему с Геннадием Кабаевым не удастся договориться, факт лично для меня очевидный. Он и в прошлую нашу встречу всем дипломатическим переговорам предпочитал либо нападение. Прекратите съемку. Съемку прекратите. Идите отсюда. А вы не ломаете. А я вам сказал. Что такое? А я вам сказал, не снимайте. Это мы разрешали снимать. Что делать? Кто разрешил? Мы его позвали, мы снимаем. Кто? Что делать? Милицию, что позвать? Либо бегство. Идите отсюда, а! Достали! Геннадий Александрович, давайте пообщаемся с вами. Что вы себя ведете, как ребенок? Дрожный человек. Такое ответственное дело делаете. Давайте с вами пообщаемся. Вот и последний наш визит в «Горелый хутор» знаменовался неприятным инцидентом. Человек, похожий на господина Кабаева за рулем джипа экс-председателя, чуть не сбил оператора. Между тем, члены ЖСК «Горелый хутор», которые в преддверии наступающей осени остались заблокированными счетами и без технической документации, а значит без договоров с ресурсоснажающими организациями, сложа руки не сидят. На этой неделе они подали исковое заявление против Кабаева, готовят материал для прокуратуры, собираются организовывать новое юрлицо, поскольку это пока единственный выход из ситуации. Но время поджимает и потому настроение в поселке пессимистичное. У нас правосудие, к счастью, или там неспешное, это значит разбор через суд 2,5-3 года, ну следствие тоже около этого, да, нам надо просто быстро решать эти вопросы. А у нас осталось, ну, да ничего у нас не осталось уже, было у нас 2 месяца, мы сейчас уже протопали на месте. На мой взгляд прогноз достаточно пессимистичный, я думаю, что в принципе по газу, похоже, мы уже опоздали подготовиться, значит давление в домах будет падать, то есть мы не смогли собрать деньги, потому что у нас как бы лицевой счет заблокирован предыдущим писателем. Наличка мы принципиально отказываемся собирать, чтобы у нас все было прозрачно, достаточно уже у нас налички было здесь. Да, вот сейчас есть понимание, что надо открывать другое юридическое лесо, но теперь другая проблема, никто не хочет брать ответственности и учреждать это юридическое лицо. Ну, это все лечится очень просто, не убранными дорогами, отсутствием тепла в доме и отсутствием крана в воде, воды в кране. Настроение людям портят и вот эти объявления, что появились в лесу, отделяющем поселок от федеральной трассы. Что это? Самозахват или чья-то частная собственность? Забеспокоились жители и начали собственное расследование. Вот мы писали заявление в полицию по этому мусору, чтобы убрали его из леса. Здесь приехал человек и сказал, у меня здесь свидетельство на собственность. Вот, а это Божский район как раз, это уже лесной фонд, граница. С этой стороны все обережные рощи оформлены. Это же не земли сельхоз назначения, это же лес. У нас висит объявление, продается. Эти люди подходили и предлагали хозяевам участков по 100 тысяч или говорят, мы сейчас будем тут все вырубать. Опасения оказались небеспочвенными. Ответы из рекпалаты подтвердили подозрения. Эти участки и впрямь оформлены в частную собственность. Вопрос, на каком основании? Мы пригласили сюда лесника Ворского района, который сказал, что ни одного дерева здесь не должно быть вырублено по закону, потому что это не земли сельхоз назначения. И то, что в свидетельствах написано, что это земли сельхоз назначения, это уже неправильно. Нарушение. Да, нарушение. С этим надо разбираться. В свое время мы, владельцы этих участков, хотели подать. Я не подавала, но соседи мои подавали, чтобы оформить продолжение участков, которые находятся в лесной зоне. Нам сказали, что это красная линия, что это невозможно сделать. И тут же потом, через год, через два приходят люди, которые все это сделали. Сейчас он оформляется этот участок, благодаря рекреационную деятельность. Ну, соответственно, рекреационная деятельность потом переводится под другую деятельность. И, соответственно, в окончании участки продаются, как поджейская. Мы по своему внутреннему расследованию сделали вывод, что инженер вообще, когда стран туда не выезжал, на местности. Просто вложил себе на карте и все оформил участки. Все, что удалось раскопать, жители Горелого хутора передали в региональное министерство лесного хозяйства и прокуратуру. Там уже занялись расследованием. Вывод лесников из 16 участков, о которых идет речь. Три находятся в долгосрочной аренде, а значит, здесь нет повода для беспокойства. Три не относятся к лесному фонду, а вот оставшиеся 10 и впрямь попали в частные руки незаконно. Граница ЖСК Горелого хутора – это дорога Московское шоссе, то есть М-5 пошла. И получается вот клочок из 10 участков, которые, собственно, сейчас заняты, оформлены собственностью. Есть два варианта. То есть истребование из чужого законного владения путем обращения с соответствующим иском в суд. И также, если, ну, это уже компетенция правоохранительных органов, если будет выявлено, что свидетельцы получались каким-то обманным путем, ну, проводится проверка в порядке 144-145 статьи Уголовного процессуального кодекса. И в случае выявления фактов при совершении преступления возбуждается уголовное дело. Будет заведено в итоге уголовное дело или нет, решает прокуратура Волжского района. Но в надзорном ведомстве говорят, что раньше октября не стоит ждать окончательных выводов. В настоящее время еще мы, как бы, проводим проверку и говорить о том, что уголовное или не уголовное, ну, рановато. Будем смотреть, когда выделяли земельные участки, кем они были, кем они выделялись вообще, на основании каких документов они были поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы права собственности. Не все материалы в настоящее время получены. И вот как мы их получим, тогда уже будет дана какая-либо оценка. Открытым пока остаются вопросы по березовой роще, которая к землям лесного фонда не относится. Принадлежит она, как удалось выяснить, жителям Волжскому району, и по документам даже рощи-то не считается. Так, кустарники, посаженные 30 лет назад. Видимо, на этом основании березы и стали отдавать частные руки. Так, может, пришла пора пересмотреть эти явно устаревшие документы? В противном случае эти живые декорации к руссконародным сказкам и впрямь пойдут под топор. Мне вот лично очень будет жаль. Что уж говорить про хуторян, для которых эта лесопосадка – единственный зеленый щит от федеральной трассы. Конечно, люди беспокоятся, чтобы ее не вырубили. Для этого люди и покупали в этом... Кто покупал в этом месте участок? Я знаю, что у меня там земля лесного фонда, и никто не придет, не вырубит. Мы для чего выехали? За город, построили домашь, чтобы был свежий воздух. Лес у нас отгораживает. Пока мы тут строимся, лес двигают ближе к М5, и мы уже будем жить возле трассы. А сколько сил положено? Почти остаток жизни, сколько денег? Мы уже ведь ничего не сможем сделать. В этой истории мне пока остается только взять паузу и следить за тем, как будут развиваться события. С меня новые подробности. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин